Народная славянская радио Доброго времени суток всем слушателям! Вас приветствует Зеленая Тара! Спасибо всем, кто слушал мою предыдущую лекцию «Бывание Грозным» о значении трех имен, отчества и фамилии со времен фараонов в Египте. В чем смысл сказки про Репку и что такое первое имя Реп? Всем слушателям, а их оказалось немало, большое спасибо! Как и обещала, во второй части лекции про Ивана Грозного мы рассмотрим, что такое венчание на царство и что есть вообще сакральная власть в России, что стояло за военными походами Ивана Грозного в его борьбе с глобальным предиктором в виде Гамзейского союза, и что такое есть разрушение Новограда, Новгорода, и как Новгород и его купечество показаны в Болине Садко, и кто такой господин Великий Новгород. И потом останется у нас третья часть про черного волхва Бамелия или Элизиуса Бамелиуса, как он травил царя под руководством тайного советника Асера Уильяма Сессила, главы тогдашней английской торговой палаты в Москве, и как Бамелиус был связан с Черным Папой, Сильвестром Вторым и Воландом Булгакова. Перед второй частью о теме сакрализации власти небольшое отступление, касающееся природы власти и ее инструментов, которые также связаны с Грозным как с правителем России и всей Руси. Это отступление касается лекции о Путине, которая вышла 9 января, в котором мы рассмотрели Владимира Владимировича как игрока команды срединных жрецов в период Перехода и построения трехполюсного мира, который идет сейчас у глобального предиктора. И нашу надежду, веру в то, что Путин может стать жрецом Перехода, то есть обеспечить духовный скачок в развитии при смене технологического уклада. Напоминаю, что жрец – это житие рекущий, то есть оглашающий путь Перехода. Также переводится с греческого слово «пророк». Про – это вперед, реку – это говорю, то есть пророк – это тот, кто проговаривает будущее. Где реку – глагол – это ре, движение – ка – это дух, то есть говорить – это отслеживать движение духа. То есть жрец оглашает предикцию, описывает в словах картинку об раз будущего, куда народ хотел бы дойти, а значит построит это будущее. В этих терминах Иван Грозный был однозначно жрецом Перехода, за что был так ненавидим Западом, так как он обеспечил скачок развития в то время, когда у глобального предиктора были совсем другие планы на ход истории в России. Именно в этот средневековый период глобальному предиктору удалось сменить по всей Европе старые монаршевские династии, монарши династии на менее активные ярые. В России – Рюриков на Романовых, во Франции – Валуана Бурбонов, в Англии – Тюдоров и Эстюартов. Например, род английских Тюдоров к Елизавете I, который сватался Иван Грозный. Кто они такие? Если мы посмотрим, то род Тюдоров напрямую ведет свою ветвь от кельтского короля Старого Коля, из так называемых родов Старого Севера, известного под именем Коль Старый или Койл Хэн, про отец всех народов бриттов, скоттов и кельтов. Считается, что Старый Коль был последним губернатором Северной Британии при правлении Рима на острове, а также командующим римской армией на территории до самого Северного Вала, Стены Антония, и сражался с завоевателями англосаксами. А потомки его звались Коэлинги, то есть Колины внуки, так стали называться первые короли Конунги, среди которых, кроме короля Артура, на кельтском языке переводится как «медведь». И святой Елены и была Елизавета I и Тюдор, с которой сватался наш Иван Грозный. Итак, вернемся к мировой информационной войне, которая идет сейчас, а потом перейдем к Ивану Грозному, потому что все взаимосвязано. Моя лекция о Путине вышла 9 января 1917 года. В этот же день на ресурсе Российского Совета по международным делам, то есть в Совете по внешнеоборонной политике и России в глобальной политике, была опубликована в русском переводе статья Збигнева-Бжезинского под названием «Кризис мировой власти и тройственный союз США, Китая и России». Рассмотрим, что это такое. В этой статье Бжезинский, спикер от глобалистов, предъявил концепцию тройственного взаимодействия на условии глобального предиктора именно 9 января, как числа запуска нового цикла. Коллективные аналитики от ресурса «Евро Азия Дейли» с возмущением отметили, что никакого союза Бжезинский в статье не предлагал, а только некое взаимодействие, а предлагал все ту же концепцию российской внешней политики под знаком «Отстраненность вместо конфронтации», который всячески проталкивает либералы на всех телеканалах под лозунгами «Нам не нужно никуда лезть от Сирии до Крыма». Это стратегия, которая навязывается России и народу России «Отстраненность вместо конфронтации». Предлагает России спрятаться от идущего на нее наступления в пределах беловежских границ и под лозунгом «Десятилетий сосредоточения» продолжать свою стагнацию или гниение и дальше, чтобы, главное, не совершить скачок перехода. Поэтому для народа России нагнетается такой информационный фон, как либеральный вой внутри, так и снаружи от нелюбителей России в мировых СМИ с одним призывом «Сидите тихо, не делайте никаких движений, тогда мы, возможно, перестанем вас ругать и троллить». Где троллинг? По той же Википедии – это форма социальной провокации или издевательства при информационном общении. Ближайшие понятия – это искушение, провокация и подстрекательство, то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям. То есть Россию будут продолжать провоцировать на неблаговидные поступки на всех ток-шоу от наших иностранных журналистов и поэтому постоянно звучит «А вам слабо вести себя, как Америка?» То есть становитесь как паразиты и колонизаторы народов и русскому духу придет конец. Бжезинский – автор книги «Великая шахматная доска», где он рассматривал геополитику как борьбу с цивилизацией моря и суши, как черно-белые шахматные фигуры, при котором скрывается руководитель всей этой игры – псевдо-мастер игры. В наших терминах – это борьба энергии инь воды и суши земли, на которой и рождается жизнь ян. И псевдо-мастер игры под руководством того, кто пытается направить все эти энергии вниз в инферональный мир. Так как наш мир слишком подошел к бездне, то в бездну могут свалиться все вместе с мастером псевдо-игры. Значит, Бжезинскому пришло время озвучить новую концепцию. Он ее и озвучивал. Это игра на трех игроков. Но России в этой игре предлагают не играть, а просто наблюдать за игрой. И обещают за это дать ей просто жить. Это тема «Жить». Всячески прокачивается в славянском пространстве. В России это и песня «Жить» от Игоря Матвиенко, которому, как он рассказывает, просто случайно снизошло прозрение. И он в несвойственной ему музыкальной теме написал песню, которую записали все российские звезды шоу-бизнеса. Смысл песни – надо просто жить. Ценить то, что у тебя есть, и просто жить. Далее это вылилось в движение «Жить», которое объединяет людей, которые помогают создать добрые дела. На сайте есть раздел «Создай свой собственный мем» на тему жизни. Вопрос. Это хорошая инициатива? Да, безусловно, хорошая. Надо позитивно жить и творить добрые дела. Но это энергия. Срединная. И входит на уровень золотой середины гармонии. А вот энергия перехода, развитие духа, здесь, ну, в проекте здесь и мать. Такая же партия «Житья», которую форматировали из партии «Центр», организовалась и в Украине, под руководством Рабиновича и Мураева. Но похоже, что за ними стоит взять Кучма Пинчук. Именно Пинчук в последнее время транслирует мемы признаний Крыма и поиска компромиссов на Донбассе. Он игрок от глобальных структур в новой схеме. Кстати, как мы уже разбирали раньше, что люди, привязанные к нижнему миру с инфернальной энергией, не могут ничего создать, так как их хозяин Люцифер всего лишь подражатель Творца. На примере того же Бжезинского это и подтверждается. Мы находим в лекции Андрея Фурсова упоминание о русском военном разведчике Ядрихине Алексея Ефимовича, взявшем прозвище Ван Дам, который описывает борьбу с цивилизацией моря суши как шахматную доску еще в далеком 1912 году. Ядрихин был военным разведчиком и военным корреспондентом газеты «Новое время» на фронте Англо-Бурской войны на стыке прошлого тысячелетия. В передовой фронта он писал свои письма о Транссельвале и одновременно участвовал в боевых действиях на стороне буров. У него есть две главные политические геоработы, в которых он резко критиковал внешнюю политику Великобритании. И его высказывания «Хуже войны с Англосаксом, может быть только дружба с ним» известны уже и нам. Вот слова Ядрихина про игру на шахматной доске по правилам псевдонмастера. «Непонятно, когда ты сделал ход, который привел к проигрыше всей партии. И более развернуто приводится в лекции Фурсова. Простая справедливость требует признать за нашими соперниками, всемирными завоевателями одного неиспоримого качества, изучая жизнь человечества в целом и оценивая события по степени влияния на них самих. Они неустанной работой мозга, от себя добавлю, левого полушария, развивают в себе способность на огромные расстояния, во времени и пространстве видеть и почти связать то, что людям с ленивым умом и плохим воображением кажется пустой фантазией. Эта способность в искусстве борьбы за жизнь, в политике, дает им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком. Испещренная океанами, материками, островами, земная поверхность для них является своего рода шахматной доской. А тщательно изученные в основных своих свойствах и духовных качествах травители народов являются живыми фигурами и пешками, которыми они двигаются с таким расчетом, что их противник видит в каждой стоящей пешке отдельную самостоятельную фигуру врага и в конце концов теряется в недоумении. Каким же образом и когда им был сделан тот роковой ход, приведший к проигрышу всей партии? Такое действие англичан и американцев увидим мы и против нас самих. Написано это Ядрихиным в 1912 году. Так что авторство Бжезинского условно украдено идею у Ядрихина и внесены искажения. И далее. Разберем этот якобы неправильный перевод на сайте Российского Совета по международным делам. Мое мнение, что в Совете перевели правильную статью Бжезинского, но решили дать свою предикцию, назвав взаимодействие Союза трех сил. То есть, в том случае, если три президента США, Китай и России поймут текущий момент, и что именно сейчас у глобального предиктора нет рычагов влияния на них троих, они могут объединиться против глобального предиктора, и трехтысячелетнюю паразитическую власть можно легко сбросить как ярмо для всего человечества. И как мне кажется, наконец-то наши глобальные политики дали этот сигнал на другой вариант развития событий, вместо плана Бжезинского, якобы своим неправильным переводом. А редакция Евро-Азии Дели отыграла этот момент, тем более, что там нет авторства, есть просто подпись редакции. Ведь если США, Китай и Россия просто не будут поддаваться настраиванию глобального предиктора, мир выйдет на другой уровень развития. Глобальный предиктор предлагает различные варианты, как бы идя на уступки, потому что тут же появилось сообщение, что шахматист из Восточно-Казахстанской области Александр Кочергин разработал свою версию стоклеточных шахмат и усложнил игру введением новых фигур – принца и принцессы. Об этом сообщили в администрации области Казахстана, отметив, что в новой версии уже 40 фигур. Нет ни тактики, ни стратегии. Ходов и позиций здесь столько, сколько мы можем себе вообразить. К работе подключается и правое полушарие мозга, отвечающее за интуицию, считает автор Кочергин. Мы помним, что Астана является у нас центром глобального крыла Ротшильдов. Итак, предлагаются варианты шахматы не на троих, но предлагают новые должности неких принцев и принцесс. То есть, вам выделили новые должности рядом, но не вровень с нами. И следом появляется сообщение из издания Washington Post, что в Казахстане, в Астану приглашаются представители администрации, избранного президента США Дональда Трампа, на межсирийские переговоры, организованные Россией, Турцией и Ираном, из которых ранее была демонстративно исключена администрация действующего президента США Барака Обамы. То есть, Трампу и Путину предлагается играть как по плану Москвы в союз вместо взаимодействия по Бжезинскому, так и выйти из управления глобального предиктора. И по плану глобалистов, как новую игру в более сложной шахматной доске с небольшими привилегиями для новых фигур, для президентов США и России. Но, как я уже говорила, что время сейчас таково, что если мы выдвинем новую концепцию игры, народы в мире ее поддержат, и это будет постепенный вывод глобального предиктора из игры. И точно, что уже шахматная партия от Бжезинского – это прошедший вариант. За него пытаются еще цепляться, но это явно отзывшая модель шахматной партии, где мир должен был быть построен на обломках России, за счет России. Он не удался, потому что идет совершенно другое время. А время и окна Вертона, окна возможностей от Вселенной, сейчас открыты для России. Рассмотрим, в чем же существенная разница в управлении от глобального предиктора и Путина. Давайте рассмотрим, какая же разница в управлении существует у глобального предиктора и, например, Путина. Первое – это скорость управления. У глобального предиктора все процессы низкочастотные. Он привязан к нижнему инфернальному миру, и, как предки говорили, передом стоячь, задом ползучь. Ползучь в нижний мир, то есть может выглядеть, как некая рептилия. Глобальному предиктору необходимо протолкнуть свои идеи в головы человечества, чтобы люди восприняли эти идеи как единственно возможные, а значит, как свои собственные, тем самым вписав в планы глобального предиктора планы Бога. По-другому можно сказать. Планам глобального предиктора не суждено быть реализованы, пока вы не воспримите их как свои собственные планы и тем самым не впишите их в планы Божьи. Для этого глобальному предиктору надо запускать процессы намного раньше. Ему нужно навязать человечеству мысль о самоуничтожении в виде войны, или неразвитии, деградации, в изменении каких-нибудь норм поведения. Для этого у него, как по Моисею, минимум 40 лет на внедрение своих идей, перекодирование от дедов к внукам, а иногда это проходит и столетия. Смотрим на сегодняшнюю Украину. А вот у управленца, который вписывается в общечеловеческие планы Бога, скорость управления намного быстрее. От принятия решения до получения результата в жизни скорость может происходить мгновенно. То есть цели, которые глобальный предиктор может разрабатывать и внедрять в сознание тысячелетиями, управленец от Бога с энергией солнца развитием вверх, может перечеркнуть одним интуитивным действием. Вот в чем секрет непредсказуемости Путина или другого политика, понимающей данные процессы. Вас загоняют в ловушки, расставленные тысячелетиями. Но вы, зная, как глобальный предиктор действует, можете их обходить. Каким образом? Ведь для результата, разделяясь, травливая и властвую, нужны два игрока. Вот Путин и придумывает варианты, как дать возможность другой стороне конфликта, так называемым партнерам, выйти из ситуации, не потеряв лица, и создавая своими действиями невозможность принятия каких-либо других решений. Причем, когда такой игрок, как Путин, вписывается в планы Бога, а это сохранение и развитие человеческой расы, то его управленческие решения действуют мгновенно в пространстве и времени. И тогда влияние России распространяется, то есть действует правосторонняя спираль, расширяющаяся воронка, которую все называют имперскими амбициями или имперской моделью развития России. То есть Россия расширяется. То есть, тот же Бжезинский говорит, нельзя давать России становиться империей, только демократия. Ее надо сдерживать как империю, вводить систему санкций и ограничений. Переводим на наш язык. Нельзя давать России запускать модель развития к Богу, к макромиру. Надо сдерживать ее в воронке микромира, атомизации сознания через потребление. Точно так же это было во времена Ивана Грозного. Шла борьба царя всей Руси с вольным городом потребления Новоградом, входящим в состав Гонзейского союза. И теперь мы выходим на понимание сакрализации власти. Важно отметить, нет на земле никакой власти, кроме сакральной, то есть божественной. Так как Нижний мир привязан к одной части божественного мира, инфернального через Люцифера, то Ротшильды с ними общаются. Они не совсем даже скрывают это от нас, потому что тогда не произойдет то, что им необходимо по планам. И на Долларовой пирамиде вершина так и называется Люцифер. Так как Люцифер это только небольшая часть от целого, то знания его всегда герметичны и выглядят как воронка вниз пирамиды. А нам выдают на поверхность, на обозрение, как говорит Фурсов, органы согласования и управления в виде президентов, парламентов, конгрессов и судов государств, которые живут как воронки пылесоса, истребляя все на планете Земля, от человеческих жизней до природных ископаемых. Это сакральная инфернальная связь с Люцифером и его модель управления на Земле. Она приводит к переходу в Нижние миры, низкие по энергетике, с энергии деградации, загнивания и в конечном итоге смерти всего живого на планете Земля. А если вы народ, связанный с Богом, то есть по модели это расширяющаяся модель навстречу к Богу, то вы ничего не можете построить в стране такой, как Россия, как это у нас называется, кроме абсолютной монархии или империи. Как это выглядело? Некто государь или правитель выдвинутый родами этого народа и контролируемый, как у нас было раньше, копным правом, то есть выборными или выборщиками от народа, от самых низших десятников до тысячников и темников, которые были приставлены к князю-правителю, чтобы правитель не терял связь с народом, это и есть с Божьим промыслом. Вот наша система выборщиков, взятая от нас США, мы могли ее видеть как раз на примере выборов Трампи. Но, как обычно, они все извратили самую суть, потому что Люцифер у нас только подражатель Бога. Итак, значит, между контролем народа и царем-правителем дальше шел совет из людей ярых, ну, солнечных, боярых, боярых, близких к энергии Солнца и людей Божьих, жрецов, волхвов, с энергией прозорливости, которые могли что? Предрекать будущее, произносить путь, куда надо идти, в образах и словах. Сейчас это аналоги всевозможных советов при президенте, от науки до религии. Путин и повторяет всем и все время, я выполняю только то, что вы мне говорите. Вспомните все эти пресс-конференции с пустыми вопросами от журналистов и народа. Что вы просите, то он и делает. Как говорят на Востоке, когда ученик готов к вопросу, у учителя есть ответ. Какая может быть власть у народа, стремящегося к божественному свету? Только сакральная. И правитель есть инструмент настройки между народом и Богом. Об этом часто говорит Пякин, называя Путина государем. Хотя правильнее правитель или царь. Как может называться церемония согласования с вибрациями божественной чистоты? Лучше, чем венчание на царство не придумать. Это сопряжение энергии. Это венчание. В отличие от части знаний, герметичных знаний глобального предиктора, завязанных на лицефере, управление в божественном потоке безграничны. Здесь могут передаваться только общие правила, заповеди, словесные мемы, как можно выйти на несущую частоту божественного потока через вибрации, звуков и слов. Там нет границ для творческого подхода, но естественно надо знать, как устроен человек, его психика, энергетика и работа управляющего компьютером мозга. Это так называемое ручное управление или интуитивное, или сакрального. И другого в России быть просто не может. Впрочем, как и во всем остальном мире. Власть на Западе тоже сакральна, но она от лукавого, с инферманальными законами потребления и разложения, которые заведут в болото Люцифера. И все политологи восторгаются стабильной системой в США. Кто бы ни пришел, он будет всегда подключен к герметичной системе, к системе управления от Люцифера. Да, она стабильна. Стабильно подключена к нижнему миру, но конечна. Сакральная власть от Люцифера всегда конечна. С падением в апокалипсис, в инфернальную воронку, что пугает ее управленцев, что мы сейчас и видим. А у нас управление бесконечно в методах, но устойчиво должно быть в мемах, заповедях, которые передают словесные коды, настройки с Богом. Вот почему у нас главное – это культ, ра, да, культура, наше воспитание детей. И запрос у всего народа на справедливость. То есть славь, правь, сра, знающие веды, законы, да, и все это встроено в кость, в позвоночник. Но у нас нет ни одной воспитательной программы на телеканалах для детей, кроме умники и умницы. Вот. То есть быть умным – это хорошо, но никакой духовности не преподается. Закон Божий убрали из воспитания, и Кодекс строителя коммунизма тоже убрали. А идеологии у нас нет. В России ее прописал Сурков, как власть суверенна, суверенную демократию. Без суверенной демократии, кроме власти суверена, это падение по воронке вниз при атомизации сознания. То есть разделение сознания на мое, мне, вместо общего и божественного сородования. А теперь вопрос. Какая процедура согласования на сакрализацию власти была у правителей в России, то есть венчания на царство? Как она происходила? И какой смысл имела при Иване Грозном? Венчание на царство в виде церемонии было взято Иваном Грозным из Византии. На тот момент у Грозного была полная библиотека деспотов Марии. Так называлась Византия и ее правители. Архив, который привезла бабушка София Палеолог. Видимо, Грозный очень хорошо понимал всю природу сакральности власти и необходимости ее согласования с Божьим промыслом. Сейчас этой библиотеки уже не существует, как и многих других архивов и родовых книг. Но аналоги церемонии венчания на царство сохранились до нашего времени из более даже древних источников. Источными терминами это у кельтов в Ирландии и у скотов в Шотландии. Все эти племена происходят из старых родов севера от короля старого Коля и пришли из Гипербореи. Но их истории по континентам немного различаются. Все эти роды по крови это индоевропейского происхождения. Как мы помним по ведам на земле 4 ветки родов человеческих. Две ветки из этих родов дали начало династиям старого Коля из которых вышли как мы уже знаем король Артур но самый известный и интересующая нас Елизавета Тюдор. На прошлой неделе на телеканале произошло просто чудо. На канале Россия 1 в вестях Сергеем Брилевым начали говорить о Тартарии как о стране предшественницы России. То есть все следы пребывания Тартарии мы выйдем на Британских островах Ирландии и наше родство с кельтами и скотами. С теми двумя родами названия которой племен и ответлий немного но мы выходим всегда на две ветки которые живут на Британских островах от которых произошел старый коль. Они называются Дубновилауны и Кату Вилауны. По другому это дети флоры и фауны где Кату Вилауны это смелые воины и охотники а Дубновилауны переводятся по кельски Дрю-Вит-Ес то есть ведущие знания дубов друиды. И вот наконец-то с центральных каналов нам разрешили говорить о Тартарии. И вот древней столицей Ирландии до 12 века считается город Тара на реке Бойн это резиденция и место коронации верховных королей комангов когда еще Ирландия была в составе Тартарии. Тартария идет от названия двух богов Тарха это дождь бог дающий и Тары устраняющий препятствия на пути просветления Духа. Верховного короля с его землей изумрудной землей в Ирландии венчали или заключали ритуальный брак на так называемом Перу Тары в медовом покое в главном зале Перов Тары это аналогично византийскому венчанию на царство только происходило это все на зеленом холме королей. Здесь расположен легендарный камень Фаль камень судьбы. Камень Фаль принесли четыре племени из севера мира Гипербореи вместе с другими артефактами копьем чашей и мечом. Камень Фаль камень судьбы начинает громко кричать тогда когда тот кому суждено стать истинным королем Ирландии вставал на него. Так получали подтверждение о согласовании с божественными забрациями. То есть если камень был определенных вибраций по типу звенящего кедра и человек совпадающий по энергиям показывал резонанс то камень звучал или кричал. Вспоминаем из лекции про этрусков камень в Дельфах который называется Омфал в окружении двух орлов который потом перешел на герб России. Далее Ирландия которая входила в состав Тартарии название острова на кельтском языке переводится как Ирин или Эрин такое же название имеет райское мировое дерево у вершины которого обитают птицы и души всех живущих и умерших. Поэтому изумрудная земля Ирин это зеленый райский сад где души выглядят как птицы на ветках с человеческими лицами или как цветы с лицами или как зеленые лица те самые человечки прорастающие сквозь зеленую листву мирового дерева. Вот откуда рефрен про зеленых вежливых человечков то есть по идее это друиды. Сам ритуальный холм Тары по своему устройству полностью воспроизводит сакринное отделение всего Ирия на 4 части для 4 родов Старого Севера в центре Медовый Покой и сам Медовый Покой находится на пересечении этих линий. Так получается Кельский Крест с кругом посередине. Удивительным образом здесь появляется у нас воспоминание о Пушкине который однозначно имел уровень самого высокого зречества. Он действительно наше все. В сказке о спящей царевне и семи богатырях есть в конце известный всем нам финал. И с невестой своей обвенчался Елисей и никто с начала мира не видал такого пира. Я там был мед пиво пил да усы лишь обмочил. Всего лишь к этому надо добавить для понимания что имя Елисей переводится как спаситель спас у мусульман он аль-яса у греков он одиссей. Обряд венчания царевны которая всех румяний и белей но временно заснула в хрустальном гробу в пещере там где живут пещера там где живут ящеры энергия инь это обряд соединения энергии который может произойти только при условии вывода своей части энергии инь из пещеры инфернальной воронки. Затем Елисей спас и венчается на медовом перу медовый спас смысл которого сопряжен с золотой энергией гармонии именно на медовый спас пекли большие медовые караваи человеческий рост который почти повторяли полностью холм тары где короновали венчали на царство царей из четырех родов старого севера аирием называется еще и рай райский сад райские кущи загробный мир место на небе или под землей куда отправляются или потом где обитают души умерших предков или вверх или вниз вверх это называется дуб вниз это называется падуб поэтому развитие вверх это дуб и он мировое дерево например как в Египте ведь он назывался еще земля сикимора сикимор это египетский дуб и назывался Египет страна дубрав в Египте там есть и легенда про подвиги бога Ра солнце когда бог солнца Ра под дубом в образе рыжего кота отрывает голову змею о попу вспоминаем опять Пушкина у лукоморья дуб зеленый золотая цепь над дубитом и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом лукоморья это лук это инское растение плюс еще на море находится у лукоморья круг это символ змея значит у Пушкина пока еще бог солнца Ра не победил змея то есть мы ходим по кругу по восьмерке по бесконечности а надо бы выйти уже на другой виток развития девятку поэтому например при Петре Первом думаю что не случайно была варварская вырубка вековых дубов так как эти рощи были священными известны массовые варварские вырубки дубовых рощ в Воронежской губернии да и повсеместно об этом писал историк Ключевский он даже отметил этот факт такими словами ценное дубье для Балтийского флота иное бревно ценилось и тогдашних рублей сто целыми горами валялось по берегам и островам Ладожского озера объясняли это тогда масштабами строительства и масштабами бесхозяйственности таких же размеров как и снятие всех колоколов и литье из них пушек так уничтожали малиновые звоны на Руси и уничтожали сам звон и так обряд венчания на царство проходил при согласовании всех энергий на медовом перу зеленой тары какие были предметы при венчании в Ирии это копье луга сияющего бога солнечного луча который всегда даровал победу чаша дагды которая была котлом изобилия который находил пищу каждый для себя сообразно развитию и желанию это золотая гармония меч на аду меч серебряного света который стоило вынуть только из боевых ножен как никто уже не мог от него уклониться и удар его было невозможно отразить вот вам старая новая интерпретация библейского проекта копье солнца энергия ян чаша изобилия золотая середина серебряный меч и камень фальт точка силы золотая середина или точка перехода на другой уровень а теперь нам станет более понятна шотландская баллада и школьной программы Роберта Сивенса помните всем мы читали вересковый мед где за тайну приготовления верескового меда в начале в водах прибрежных скал умирает юный отрок не выдав тайну а затем на костер идет старик и опять же известная фраза а мне и костер не страшен пускай со мной умрет моя святая тайна мой вересковый мед ведь тайна при которой происходит гармонизация энергии инь-янь превращает все напитки в мед цветение вересков совпадает с украинским месяцем вересень сентябрем и с праздником медового спаса из баллады понятно что спасение наше в правильном использовании энергии перебор инь потонешь перебор ян сгоришь а спасешься в золотой середине идущий вверх так как мед это напиток солнца практически мед это божественный напиток богов амрита который получается помните из пахтания мирового океана перетягивание энергии инь и я между двумя командами жрецов важен только вектор венчание на царство происходит и сейчас по обряду тары в традиции тибетских монахов линий бон помним реку Бойн у города Тары в Ирландии Ирий в 1764 году буддийское духовенство в Российской империи объявило Екатерину Вторую воплощением белой тары на земле и первый хамба-ламба Дамба Джорджи Заяев на уидиенции поклонился ей в ноги как божеству с тех пор все хамба-ламы приносили специальную присягу на верность белому царю и приличные встречи с императорами простирались перед ними В 2009 году президент России Дмитрий Медведев посетил Иволгинский Датсан близ Пулан-Удэ еще до приезда президента в Бурятию ламы сообщили что собираются признать Медведева воплощением одного из самых почитаемых божеств буддийского пантеона белой тары и провести перед ним обряд простирания во время этого обряда воплощенного божества претенденты усаживают на трон белого царя а ламы полностью распластываются перед ним на земле от обряда президент Медведев решил отказаться но сказал что с уважением относится к традициям буддистов и их решениям а вот уже на столетие хамба ламы и Тегилова 11 апреля 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил дворец хамба ламы и Тегилова в Иволганском Датсане президенту в качестве исключения открыли доступ к Верховной Святыне медленному телу хамба ламы и Тегилова правда сажать президента рядом с ним на трон запретила Федеральная служба охраны исследования тканей тела ламы и Тегилова начавшего медитацию в 1927 году и похороненного в скале показали что они ничем не отличаются от тканей живых людей таким образом ученые из российского центра судмедэкспертизы здрава Российской Федерации 1 декабря публично объявили о чуде хамба ламба и Тегилов 1911 года возглавлявший российскую буддийскую общину передает периодические послания через своего хранителя для Путина лама и Тегилов дважды передал послания что является исключением они были выложены на сайте одно из них что мужчина должен быть готов к служению а второе звучит так достичь самых высоких вершин власти способен только человек обладающий очень сильной кармы хамба лама особо подчеркнул что успешный правитель должен обладать не только силой но и философским взглядом на вещи и видеть их со многих сторон это наше объемное видение на разных уровнях и линейные шахматы от Джизинского уже просто устарели Путин обсудил с главой буддийской традиционной самхи России проблемы буддийского образования отметил заметную роль буддизма в стране и пообещал поддержку российским буддистам проводили ли обряд белого царя по церемонии белой тары с Путином в жреческий день не сказано но почему-то кажется что да ведь как Путин проходил венчание по византийскому обряду на горе Святой Афон показывали в прямом эфире чтобы завершить тему о друидах надо еще сказать два слова о старом Коле сами уже догадываетесь наверное кто он в нашей мифологии родился старый Коль в день зимнего солнцестояния которое приходит в северное полушарие 21 или 22 декабря в день с самым коротким световым днем и самой длинной ночью после него день идет в рост и в связи с этим у кельтов был отсчет от Колиного дня рождения календарь который назывался Ис Колиньи в этот новый Колин день собирали подарки подаяния собираемые жречеством волхвами калятки и как бы ставили на новогоднее довольствие весь год таким было древнее его значение вот вам и каляды дар календарь вот вам старый Коль вот вам и святой Николай и Санта Клаус в одном лице прародитель родов старого севера приносивший подарки своим внукам который себя хорошо дели и калятки с которыми ходили его внуки калидующие ходили в тех костюмах из каких родов был сам старый Коль дед Коля воины охотники символами их были летающие пегасы кентавры пехеголовцы быки орлы медведи вепри волки большой животный мир орлы а дети лугов и полей носили различные венки и сушеные плоды что очень напоминает Украину главный персонаж это когда водят козу или соломенного козла который так и называется рождественский козел а у финнов он так и переводится рождественский козел Йолу Пуки это Санта Клаус он же обозначал бога плодородия бога Велеса или Фавна потом в мифах у греков вот и получается что старый Коль святой Николай и поэтому такая наша любовь к Николаю чудотворству и угоднику продолжается во все века получается что он наш из старых родов гипербореи и вспоминаем мы наше устойчивое выражение идущее от древнерусского например до Коли или Коль скоро или украинское от Кель и начало во всех отдых о Коль победа драгоценна и так далее то есть от Коль это откуда в понимании самого изначального истока нашего рода синоним слова Коль это РАЗ Коль так РАЗ так вот вам и мемы или мантры из гипербореи от старых родов Асов РАЗов и святого Николая Угодник то есть святой Николай Угодник всегда выполнит просьбу от его правнука РАЗ ты от Коль от Коли и Сары из старых родов Севера именно в 2012 году по Колиному календарю Калиды Дару наша планета вышла из эпохи Лисы которая длилась 1620 лет и вошла в эпоху Волка символы Сокола и Волка как символы Велеса всегда сопровождали Грозного в его правлении Сокол был на фамилии и перешел в герб а Волк разгонял элиту на эмблеме опричников поэтому глобальный предиктор сознательно уничтожал как рот Рюрикова сокоголовых богов ведущий родословно от фараонов жрецов из Гипербореи так и рот Тюдоров идущий от жрецов друидов с энергии дуба идущих от тех же северных воинов из родов Старого Севера от Гипербореи от Старого Коля вот и слапался Иван Грозный и переписывался с единственной женщиной Елизаветой Тюдор по прямой ветке ведущий род от друидов из Котих богов его слова как известно нам из письма звучат так мы думали что ты в своем государстве сударыня и сама владеешь и заботишься о своем государевой чести и выгодах для государства поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры но видно у тебя помимо тех другие люди владеют и не только люди а мужики торговые и не заботятся о наших государственных головах и о чести и о выгодах для страны а ищут своей торговой прибыли ты же пребываешь в своем девическом знании как всякая простая девица а тому кто хотя бы и участвовал в нашем деле да нам изменил верить не следовало как вы понимаете кого Иван Грозный понимает под торговыми мужиками ведя борьбу у себя влиянием от сэра Уильяма Сессила из английской торговой палаты который долгие годы был личным советником еще юной королевы и с торговыми мужиками из Гонзейского союза в Новгороде мы помним что энергия Инд с вектором вниз это чрезмерное потребление как в Болине с Садком где товары у новгородских купцов не кончаются и приходят воспускаться к царю морскому на дно и становиться нельзя не по своей воле приходится играть а сверху все разыгрывается буря корабли тонут то есть полный потоп Грозному пришлось разрушить Новоград а теперь вопрос как модель чрезмерного увеличения потребления энергии Инд выглядела через друидов или у кельтов помним что мировое дерево у друидов это дуб развитие вверх это дуб а развитие по спирали вниз это падуб и столица у данного центра тоже есть падая и здесь мы увидим совершенно уникальные вещи падая основана венетами друидами и переводится как луг в долине и район Италии называется Лугания и святой покровитель города Антоний помним старого нашего Коля из Ирландии который охранял северную стену вал Антония но так же падая основала герой Троянской войны Антенор мы должны тут уже задуматься что наверное не очень хороший герой и правильно понимаем что он оказался предателем родного города Трои он был постоянным переговорщиком как бы мы сейчас сказали был управляем от глобального предиктора Сафокл описывает что при взятии города его не тронули так как к его двери была прибита шкура леопарда условный знак также падая считается городом трех отрицаний то есть без намек на три шестерки то есть у нас святой без имени Антония не называют по имени просто говорят святой потому что он разговаривал с обитателем морского мира а они просто открывали немые рты поэтому имя Антония не произносится здесь мы увидим в падаю что все будет большое базилика самая большая в Европе имени Антония и там же находится Черная Мадонна падая называется как Долина Луга но Луга самого нет это второе без а есть самая большая площадь в Европе на месте Луга 90 тысяч квадратных метров это в 4 раза больше Красной площади она идеально правильной эллиптической формы выстроенной форме кельтского креста с фонтаном посередине делящим ее на энергии инь площадь трав и ям площадь фруктов и посреди них разделяет Дворец Разума самый большой в Европе трехъярусный зал не имеющий опор снаружи напоминающий перевернутое дно Ноева Ковчега выполненного из свинцовых листов Дворец окружен тремя ярусами арочных террас а также скульптурами из 88 знаменитых людей поэтов и ученых а три яруса расписаны фресками по астрологии флоры и фауны а также там находится самый старый маятник фуков вот вопрос какие нам еще нужны детальные описания строения мира и работы двух полушарий мозга причем где в центре находится не медовый зал как в Ирландии золотая середина а фонтан с энергии инь то есть при мире потребления не гармония с божественным поставлена в центр а перевернутый разум который даже не дает спастись нам от потопа то есть не бог в центре а разум знания причем перевернутые знания где левое полушарие доминирует над правым то есть наука поэтому в сады самый старый ботанический сад в мире с уникальной коллекцией 6000 экземпляров среди которых экзотические лечебные ядовитые насекомоядные растения самое старое растение в этом саду пальма святого Петра помним что Петр это камень застывшая энергия посаженный в 1585 году и самый старинный университет бо в переводе бычий где череп быка прибит на фасаде то есть наш велес или наш дядя Коля прибит рядом со всеми гербами студентов и преподавателей так прокачивают энергии убийства дух овности здесь убивают духовность здесь царство знаний здесь первый в мире был арматомический театр здесь начали препарировать человека здесь преподавал ученый-некромант Петро Ди Албана друг Марка Пола и первая женщина философ Елена Пископия здесь работали преподавали Коперник и Галилея Галилей здесь также были самые большие кварталы с проститутками и самое большое еврейское гетто здесь хранятся мощи Святого Луки или Паналуга то есть Бога энергии вниз и хранятся остатки Матфея первого ученика Христа и сборщика подати именно того из булгаковского мастера который говорит что ходит тут один с козлимным пергаментом и неправильно все пишет но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся решительно ничего из того что там написано я не говорил я его умолял сожги ты ради Бога свой пергамент но он вырвал его у меня из рук и убежал вот вам прямой рассказ о построении Падуи как создавался библейский проект на лжи и на перевернутой энергии где в центр поставлен не Бог а разум дальше что такое в действии энергия долины луга если это в природе это заливные луга болотистая местность это подводные животные гады насекомые в природе это нормально естественно если мы применяем это в жизни это помогает проходить в нижние миры с энергией разрушения строя психика и деградации личности при якобы научном прогрессе вот дети лугов в поляне и древляне из древнего Киева сейчас составляют основное население центральной части Украины земледельцы то есть от района Подола в Киеве долина Луга до всей юго-западной восточно-европейской равнины Подоли которая входила в состав древнерусского государства в части Польши Литвы и Беларуси вот украинцы в основном и есть с энергией жителей Луга детей трав и цветов срединной энергии инь главным праздником Ивана Купалы а совсем не из кельтских племен дубновилаутов из энергии дубов хотя старый Коль Николай Угодник самый почитаемый святой на всей Подоле в Украине в той же Галиции потому что Галиция это кельтское название как и Галя вот вы и спрашиваете как в Украине нет своих положительных героев Кравчук президентов совсем другое он из местности под Новгород Северским в котором еще Владимир Миномах упоминал в летописи по учению детям как о новом городе земле северян проявавшем с половцами поселения Стародубия то есть есть энергия дубов но сама фамилия Кучма это тюркского происхождения хазарского баранье лохматая шапка треуг свищащими ушами где баран жертвенное животное во всех народах именно баран и ведется стадо туда куда надо вот Кучма и привел стадо к мему Украина не Россия и должен был лишиться своей головы через отсечение головы журналиста Гангадзе но видимо откупился и сдал Украину чтобы именно с нее три шкуры и драли так как шкура с баранов становится золотом для бога торговли гермесов начиная с Кучмы как раз в Украине идет хазарское управление которое тысячу лет назад и выбил Святослав и так Елизавета Тюдор из рода друидов Ян попала под влияние тайного советника сэра Уильяма Сессила испано-английская католическая Англия была переформатирована в протестантскую британскую империю с новыми задачами под глобальную предиктора нужно ли это было родам друидов дубов воинов севера из Гипербореи превращать дуб в герб соединенного королевства как он сейчас выглядит из розы чертополоха трилистника где объединенные после зачистки родов стали красная с белым роза это Англия чертополох это эмблема Шотландии трилистник это Ирландия а валийцы это лук-порей это все энергии и знания определенных энергий под влиянием луны и вот все знания при влиянии солнца дубов были уничтожены при заваливании англо-саксами бритов кельтов и пиктов а также валийцев и других родов старого севера зачищались глобальным предиктором все роды старого коля например в Ирландии население уничтожалось до 50% специально устроенным голодом и переселением можем и сейчас проследить аналогию по Украине иноземцы и инородцы хазары в общем сложности во власти от глобального предиктора результат этого виден за 3 года минус 10 миллионов населения все бегут кто куда потери больше чем в Великую Отечественную войну идет полный развал экономики а вы хотите сказать что Третья Мировая еще не идет как со всем этим инфернальным миром мог бороться царь венчанный от Бога Иван Васильевич откуда мы знаем детальную историю Грозного какой Левий Матфея сборщик податей записывал деяния Ивана Васильевича историю про Ивана Грозного нам оставил Карамзин он оставил нам и свое крылатое выражение что история злопамять не народа именно он написал историю государства российского первый пронумеровал наших царей хотя у всех у них были родовые имена как у фараонов тем самым лишил их подлинной истории развития духа по родовым именам тома 8 и 9 что очень важно отметить Карамзин посвятил времени правлению Ивана Васильевича там он много ссылается на иностранные источники и на письма его врага предателя Курбского как кем-то метко подмечено это все равно что писать о Жукове со слов предателя Власова известно что Николай Михайлович Карамзин был масоном то есть проводником глобальной политики а глобальная политика или глобальное управление делается путем введения в сознание людей нужной информации которая обрабатывает сознание и подсознание на трех временных отрезках это настоящее время сейчас мы наблюдаем по всевозможным СМИ как обрабатывается текущий момент и правильно его подаются в точке зрения глобального предиктора изменение прошлого времени путем переписывания истории и это мы сейчас наблюдаем как делается в Украине так и по всему миру например пересмотр итогов Второй мировой войны а в России это создание альтернативных версий учебников по истории и третье формирование будущего это путем романов как фантастического фантазийного пророческого эзотерического философского футуристического и религиозного направления отметим каким удивительным образом должность историографа была специально создана под Карамзина в Российской империи и отменена со смертью Карамзина вот так действует глобальный предиктор нужного человека профинансировали и должность упразднили изначально Карамзин был основателем литературного направления сентиментализма а его повесть «Бедная Лиза» известна нам со школы на поездке в Европу знакомство с Эмменилом Кантом присутствие при событиях Великой Французской революции сделало его первым писателем историографом России выпустивший первый исторический роман записки русского путешественника Карамзин восхищался Робеспьером и ругал бородатых предков наших постепенно Карамзин отходит от художественной литературы и как он сам образно сказал постригся в историке кто его постриг и когда останется за кадром император Александр Первый именным указом от 31 октября 1803 года даровал звание историографа Николая Михайловичу Карамзину к званию тогда же было прибавлено 2000 рублей ежегодного жалования что позволяло ему писать историю государства российского до самой смерти титул историографа России после смерти Карамзина не возобновлялся вопрос неужели история закончилась или все что нужно переписали вот таким образом глобальный предиктор заботится о необходимых ему кадрах первая литературно-историческая повесть Карамзина это Марфа-посадница или покорение Новограда здесь описано покорение Новгорода дедом Ивана Грозного Иваном Третьим Великим и мы опять удивительным образом выходим на былину садко и новгородских купцов с их товарами со всего света почему так было много товаров у купцов новгородских и они не кончались разберем эти события так как они с точностью повторяются со внуком Иваном Четвертым Грозным события происходят в 1478 году во времена правления великого князя деда Грозного Ивана Третьего собирающего разродненные княжества в единую державу новгородцы не желают расставаться с данными великими князьям вольницами не соглашаются на присоединение своих земель к московии и решают противостоять армии государя а почему почему Новгород не захотел вступать в древнерусское государство под управлением гонзей начало формироваться с 12 века как союз купцов затем как союз купеческих гильдий и к концу 13 века как союз городов гонзейский союз ходили города имеющие автономное городское управление городской совет ратуши и собственные законы гонзейский союз обладал мощным торговым и военным флотом который вел морские войны и захватывал портовые города над городское управление союза осуществлял глобальный предиктор это была попытка глобального предиктора построить глобальное управление в средневековье состоящее из городов единиц а не стран то есть это практически как сейчас пример Евросоюза ведь управлять мелкими городами проще чем крупными объединениями странами или феодальными княжествами со своими собственными государственными интересами для координации действий глобальный предиктор регулярно собирал представителей городов на съезде в портовый город на Балтийском море Любик где и внедрялись общие правила и законы Гонзейского союза аналог современного Брюсселя история города Любика очень поучительна Любик это бывший город славян ободритов называвшийся от княжеской крепости любимая или любица Люба братца Люба песни это отсюда он был разрушен когда-то в период междоусобной войны которая была навязана язычникам славянам путем введения христианства после междоусобных войн земли были опустошены и обескровлены и начали заселяться интенсивно немцами из севера русской области это именно тот временный временной геноцид о котором говорят ученые генетики когда в Европе шло замещение группы Р1А на группы Р1Б так шло замещение славянских племен советую послушать лекцию Алексея Клесова ДНК генеалоги гонзия также втягивала элиту негонзийских городов в этот союз путем выдачи определенных привилегий в негонзийских городах существовали представительства гонзии конторы такие иностранные конторы гонзии находились в Бергене Лондоне Брюге и в других городах на самом восточном окончании торговой системы гонзии на Руси была основана контора немецкими купцами и свизду в Новгороде и называлась Петергоф и Гот Готский Гетагов где продавались европейские товары вино, ткани и закупалась пенька, воск мед, древесина шкуры и меха Петергоф так была названа в честь Святого Петра и построена ему была каменная церковь церковь в самом центре Новгорода мы помним что Петр это застывший энергет на протяжении 100 лет немецкие суда ходили в Новгород под гатландским флагом для местных жителей и торговых гостей это означало что вопросы их правовой защиты попадали под юрисдикцию Любика или Ганзы как конечные апелляционные инстанции то есть де-факто на земле Руси в Новгороде действовала юрисдикция другого объединенного государства Ганзейского союза купцы из Ганзы добивались для себя у местных королей особых привилегий так король Англии Генрих II освободил их от всех торговых пошлин на всех ярмарках у них был приоритет на торговлю солью а следовательно весь торговый рынок соленой рыбы перешел к Ганзей то есть глобальный предиктор создавал путем Ганзы монопольные рынки еще в те времена причинами к этому сотрудничеству являлась феодальная раздробленность в тогдашней Германии и неспособность властей обеспечить безопасность торговли а вот у Ганзы был самый мощный флот это были самые крупные корабли на Балтийском море водосмещением до 800 тонн длиной 120 шириной в 30 и глубиной до 14 футов на них было по 3 мачты с реями и экипаж их составлял более из 250 человек половина из которых была матросов позднее на них ставились по 15-20 пушек из которых половина было 9-12 фунтовые орудия были еще Фредди Коги так назывались корабли которые несли полицейскую службу вблизи берегов и гаваней на содержание их взымалась определенная пошлина все купеческие суда были вооружены но в последние времена Ганза имела и специальные военные корабли на протяжении следующих 50 лет Ганза сама установила письменные отношения конфедерации и кооперации на восточных и западных торговых путях укреплению Ганза способствовало принятое в 1299 году соглашение в соответствии которым представители портовых городов Союза Ганзы Ростека Гамбурга Висмара Люнинбурга и Страузульда установили что впредь не будут обслуживать парусники того купца который не входит в Ганзу это стимулировало приток новых членов Ганзы число которых к 1367 году возросло до 80 представительства Ганзы были самые крупные в Лондоне Англия Брюгге Фландрия Берги Скандинавия Риги Каунаси Ковна Копенгагене Котландия Стокгольме и в Новгороде Старой Руси именно с тех пор со времен Ганзы в Лондоне построен квартал Сити куда английская королева не входит без приглашения именно тогда он был отдельным кварталом с конторами церковью с домом с домами весов складскими помещениями с жилыми домами и все это было окружено высокими каменными стенами называвшимися Стальной Двор это и была резиденция глобального предиктора одного из его крыльев кстати такой вопрос интересно может быть Сталин взял себе псевдоним от имени Стальной Двор как противопоставление этому гандейское или любегское право позволяло многое делать самостоятельно не обращая внимания на местного монарха или князя разрешалось чеканить монеты вести торговлю без отчислений то есть налогов в местную казну строить свои крепостные стены молоть зерно ловить рыбу и рубить лес то есть пользоваться природными ресурсами без отчислений устраивать ярмарки определять границы городов короче полный сепаратизм при этом еще законодательное право включало в себе все правила регулирующие текущую жизнь то есть полная автономия от местного государства или князя то что мы сейчас и наблюдаем в Украине при переходе ее в ассоциацию аналог современной ганзы а вот нарушение люббекского или ганзейского права горалось очень жестоко так с 1285 года в немецких городах практиковалась смертная казнь фальшива монетчиков путем сварения в кипятке или скальпирования это тогдашний парад в порядках в прогрессивной Европе и о кровавом Иване Грозном также жестоко пресекались и попытки самостоятельно решать какие-либо вопросы самими городами ганзейского союза использовалась добрая старая изоляция исключение из союза было средством очень действенным так как было например в 1355 году с городом Бременом который с самого начала высказал стремление к обособлению и который вынужден был впоследствии из-за громадных убытков через три года вновь спроситься о принятии его в союз видимо эту же тактику изоляции ганзейского союза используют и сейчас против России ждут что сдастся как Бремен ганзейский союз давал городам статус свободного имперского города сначала Любек получил такое название от императоров Священной Римской империи и его герб стал двуглавым черным орлом а затем такой статус по карте любекского права выдавался городом Гавзы черный орел это энергия разрушения энергия ян по вектору вниз воронку потребления сначала черный орел присутствовал в Ганзе а потом и на гербе России то есть он появился от ганзейского союза Любек с самого начала до конца существования Ганзы был ее главным городом это доказывалось тем что даже тамошний суд в 1349 году был объявлен апелляционной инстанцией для всех городов в том числе и для Новгорода вот вам и прообраз Гаакского суда руководители Ганзы очень искусно использовали благоприятные обстоятельства чтобы забрать свою руку на руки торговлю на Балтийском и Северных морях сделав из нее монополию устранив все другие народы и таким образом получить возможность по собственному усмотрению устанавливать цены на товары кроме того они собирались приобрести в государствах где это предоставляло для них интерес возможно больше приверегий так например право свободно устраивать колонии и производить торговлю освобождение от налогов на товары от поземельных налогов право приобретать дома и дворовые места предоставление им экстерриториальности собственной юрисдикции то есть создание государства в государстве это тактика глобального предиктора то есть шли комбинированные торговые войны следствие привилегий которыми пользовалась Ганза с Балтийского моря совершенно исчезла скандинавская и русская торговля а английская заняла второстепенное место Ганза владычествовала от Невы до Нидерландов над морем и над торговлей также без объявления войны Ганза разоряла Даню Швецию и Норвегию например когда норвежский король Эрик вздумал наложить арест на торговые суда Ганза и на все имущества принадлежавшие германцам на суше получил военно-торговую войну вследствие этого Любик вместе с леденскими городами Ригой снарядил флот который разорил норвежскую торговлю опустошил побережье и нанял в стране такие убытки что король оказался вынужденным заключить 31 октября 1285 года в Кальмаре мир воплотить Ганзе военное вознеграждение и предоставить ей значительные торговые преимущества Ганза ставила и снимала королей то есть это аналог сегодняшней смены руководства по всему миру Асад Ирак Сирия Ливия также она восстановила на престоле наоборот датского короля Христофора второго и норвежского Магнуса когда они были изгнаны с престола местными феодалами 24 мая 1370 года в Стральдзунде был заключен мир по которому независимо от большой контрибуции за Ганзе было признано право утверждать королей северных государств Интересно что Любик в войне за троны и торговые пути использовал и пиратов которые тогда базировались на острове Готланд вот вам прообраз современного Игила так известен факт в 1389 году когда в Швеции разгорелась изжитошенная борьба за трон доправивший там король Альдрекс не пользовавшийся популярностью среди шведских феодалов Германии попал в плен королеве Дании и Норвегии Маргарите в этой войне лишь один гарнизон Стокгольма остался верен королю оказав сопротивление датчанам население Стокгольма состояла в то время большей частью из немцев и в противоположность Маргарите Альдрекс поддерживал немецких купцов Швеции если бы датчане овладели Стокгольмом привилегии немецких купцов были бы отменены что в свою очередь нарушило бы равновесие сил в Балтике и ударило бы по Ганзе защитники Стокгольма которые с трудом сдерживали превосходящие силы противника посылали Ганзе отчаянные письма с мольбами о помощи в этой ситуации Любик обратился к гатландским пиратам и так было неоднократно пиратов использовали то против одного города то против другого это парадоксально на первый взгляд положение нашло отражение в частности в тексте некоторых ганзейских актов и постановлений нелетко случалось что ганзейский съезд выносил решение о проведении какой-либо вооруженной операции с которой на стороне ганзы должны были быть использованы более или менее открыты пираты одновременно на этом же съезде принималось другое решение направленное на искоренение пиратства на Балтике и в частности уничтожение витальеров братства пиратов ибо ганзейские купцы которые порой сами не внушались разбоем ориентировали свои политики на крупную международную торговлю и поэтому стремились чтобы она по возможности не встречала препятствий очень интересная динамика борьбы глобального предиктора с пиратами несмотря на принимаемые ганзой решение безжалостно истреблять пиратов и витальеров деятельность пиратов только расширялась это очень похоже на борьбу с ИГИЛ с ним борется он расширяется со временем дело дошло до того что ни один корабль не мог пройти через датские проливы и пробиться из Балтики в Северное море обратно не уплотив выкупа витальера многие пираты были очень популярны так как часто помогали населению такие как Штерте Беккер которому нередко при его операциях помогал простой народ враждебно относившийся к городскому патрициату пират оказывал содействие в той операции с легендарными героями Стокгольма подобную же роль сыграла помощь простонародье и при овладении витальерами в 1392 году города Бергенгена тогдашний торговый центр Норвегии упоминание про знаменитого пирата Бакельма из Данцинга который шестью кораблями в 1435 году одержал победу над шестнадцатью датсками которые он атаковал один за другим причем шесть уничтожил а шесть захватил в качестве призов это был славный подвиг оправдавший тот отличительный знак который Бакельман держал на клотике своей гротт-мачте а именно метлу привязанную к гротт-мачте означавшую что он выметает местную знать с Балтийского побережья кстати метлы будут потом на седлах афричников Ивана Грозного таким же смыслом выметать взорвавшуюся знать поганой метлой когда пираты отрабатывали свое в дальнейшем глобальный предиктор разгромил пиратов объединенным гонзейским флотом когда они стали ему мешать массовые казни прошли на площадях средневековой Европы а награбленное было изъято в пользу глобального предиктора все эти истории использованы сейчас Голливудом такая же тактика использования людей вне закона тогда пиратов а сейчас ИГИЛ всегда используется глобальным предиктором как инструмент надгосударственной политики со временем уничтожая уже ненужный инструмент за ненадобностью глобальный предиктор всегда имеет собственные и регулярные войска во всем мире а их богатство потом перекочевали к глобальному предиктору например где золото третьего рейха вот с этим мироустройством ганзы и глобального предиктора начал бороться еще дед Ивана Грозного Иоанн Третий именно он первый устроил так называемое разорение Новгорода а затем продолжил его внук Иван Грозный и опять пока мы не скажем о глобальном предикторе и его стратегии выстраивания нового града сверкающего на холме где используется стремление всех людей мира к справедливости ничего не будет понятно глобальный предиктор создает иллюзию этой справедливости он заменяет идею всеобщего процветания справедливости в виде построения нового града на всей земле заменяет на определенные преференции для отдельных городов а потом как в случае с ганзой и государством то есть создает лучшие условия для жизни куда должны потом стремиться люди за прекрасной жизнью называть такие форпосты ганзы стали вольными городами вот Новгород на Руси это такой же аналог вольного города в котором были созданы определенные преференции а позже такая же идея глобальным предиктором была осуществлена на целом континенте как Америка с построением нового града Нью-Йорка и с идеей свободы и справедливости что каждый может быть богатым напоминаю что глобальный предиктор не обладает образным мышлением правого полушария его схемы на протяжении веков всегда однотипны и похожи во времени вот именно с идеей глобального управления и разрушением государств боролся дед Ивана Грозного Рюрик Иоанн Третий которого называли Иван Великий и так кроме постановки под юрисдикцию Ганзы шло и постепенная постановка под управление Римом под католицизм для этого Рим выдал ерлик на управление Русью Польшей и Литве сейчас в который раз осуществляется эта же история с объединенным поиском государств против России Украина Литва Польша Белоруссия то есть читайте историю не хотя быть под юрисдикцией Москвы Новгород обратился за помощью к ближайшему союзнику Ганза Литве в Литву было отправлено посольство после возвращения которое был составлен проект договора с великим князем Казимиром по этому соглашению Новгород признавая власть великого литовского князя тем самым сохранял в неприкосновенности свое государственное устройство под Ганзой Литва же обязывалась помочь в борьбе с московским княжеством то есть столкновение с Иваном Третьим стало неизбежным Иван Великий зашел на Новгород войной и в 1494 году по приказу великого князя Ивана Третьего ганзейская контора Петергоф была опразднена все ее здания включая каменную церковь святого апостола Петра от Рима были полностью разрушены в Новгороде как это описано у Карамзина в повести о Марфе посаднице приехал посланник от государя Ивана Третьего боярин Холмский и призывает граждан новгородских присоединиться к московскому княжеству упрекает зажиточности в торговле и дружеских связей с Польшей и Литвой в то время как Русь в крови утопает государь не остановится доколе не сокрушит иноземное иго и если Новгород не пожелает добровольно присоединиться к храброму воинству Ивана Третьего готовому сокрушить татар то князь явится и усмирит мятежников так мир или война он говорит про коростолюбие которое ослепило новгородцев он говорит что русские гибнут а новгородцы богатеют в Москву и Киев и во Владимир привозят трупы христианских витязей убиенных неверными а народ посыпав пеплом главу свою с воплем встречает их а в Новгород привозят товары чужеземные и народ с радостью восклицанию призветствует гостей иностранных русские считают язвы свои а новгородцы считают золотые монеты русские в узах а новгородцы славят вольность свою далее посланник Хомский говорит что жители Новгорода находятся в рабстве бояре уничтожили власть государя и взяли власть в свои руки поэтому жители Новгорода теперь повинуются богатым купцам боярин призывает жителей Новгорода возвратиться под сень Руси надо отметить что состав Новгорода или господина великого Новгорода или Новгородской республики великокняжей столичьей области входили следующие города Ярославль Ростов Кострома Переславль Молога Владимир Новгородская республика еще со времен Киевской Руси хотела отдельного управления и княжения известно что скандинавские источники называли великий Новгород страной городов и считали его совокупностью городов и русские источники говорят о независимых концах Новгорода которые иногда даже воевали между собой эти концы были независимы друг от друга каждый имел свою печать и своего главу каждый конец владел определенными областями в Новгородской земле и вся Новгородская земля была поделена между этими концами к новгородским грамотам привешивалось сразу несколько печати от каждого конца например на одной из древнейших новгородских граммов их аж восемь видимо приводя в пример Новгородскую республику сегодняшние либералы хотели бы такого же дробления государств управление корректировалось на Вече где выбирались от народа посадские люди которые по тому же копному праву выбирались от десятников до тысячников и так далее по повести Карамзина Марфа посадница или покорение Новгорода после полка речи посланника Ивана Третьего под одобрительные возгласы толпы на лобное место выходит известная горожанка Марфа Борецкая жена новгородского посадника Исаака Борецкого что мы можем узнать из исторической справки кем была Марфа посадница Марфа имеющая земли по берегам Двины стадионного моря первого мужа располагала значительными денежными средствами и именно она вела переговоры с великим князем литовским королем Польши Казимиром четвертым о вступлении Новгорода в состав великого княжества литовского на правах автономии при сохранении политических прав Новгорода в составе гонзейского союза узнав о переговорах и присоединении Новгорода к великому княжеству литовскому великий князь Иван Третий объявил войну Новгородской республики и в шелонской битве в 1471 году разбил армию Новгорода сын Марфы Дмитрий Борецкий был казнен как политический преступник однако право Новгорода на самоуправление в его внутренних делах было сохранено Марфа несмотря на смерть сына и действие Ивана Третьего продолжило переговоры с Казимиром который обещал ей поддержку возник конфликт между литовской и московскими партиями о котором снова стало известно Ивану Третьему и в 1478 году в ходе нового военного похода Иван Третий окончательно лишил новгородские земли привилегий самоуправления распространив на них власть самодержавия знак упразднения новгородского вечего колокол был увезен в Москву а влиятельным горожанам были вынесены приговоры земли Марфы были конфискованы ее с внуком Василием Федоровичем Исаковым сначала вывезли в Москву а затем выслали в Нижний Новгород где подстригли в монашество под имени Марии в Зачатевском крестово-движутском монастыре в котором она умерла в 1503 году здесь интересна еще одна историческая справка ее историю Марфы и святого старца правица Зосима Соловецкого они пересеклись со старцем когда Марфа не давала разрешение монастырю для рыбной ловли а старец в ответ сделал пророчество о падении Новгорода и об его опустошении как Марфа посадница выглядит у Карамзина так такие же походы на Новгород пришлось осуществлять Ивану Грозному и бороться и бороться с инфернальной воронкой потребления от глобального предиктора и ганзейского союза аналог этого города падаю мы видели на другой стороне Европы вот эту борьбу нам выдают за борьбу между моделью свободы и несвободы от московского царства никто не упоминает о Ганзе и о статусе свободного города от нее свободный же город Новгород был свободен от всяких обязательств перед государством русским никаких налогов и подчинения кроме Ганзы и это называется свободой то есть это полная суверенная демократия которую нам и предлагают власть суверенов в тысячелетии Руси который Иван Грозный объединил расширил и спас от экспансии ганзейского союза царем Александром II был установлен памятник Карамзин Марфа посадница и царь Иоанн III дед Ивана Грозного все есть на памятнике тысячелетии Руси который установил царь Александр II в 1862 году из 128 фигур в сумме составляет 11 на памятнике в нео-византийском стиле нет Иоанна Васильевича Грозного вроде он мало даже отличается от своего деда Ивана III Иван III также воевал с Новгородом разбил его и разграбил устроил голод по Карамзину в чем же дело все равно указано что Иван III это основатель самодержавного царства русского в 1491 году а Марфа посадница которая сдавала новгородское княжество под Литву и гонзейскую юрисдикцию тоже среди известных личностей государства российского объясните она как могла попасть на памятник тысячелетия Руси а Иван Грозный нет Карамзин который сознательно упрощал древнеславянскую лексику наш образный язык вводил грамматику французского языка переписал историю государства российского о котором Пушкин сказал единой строчкой в его истории изящность простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута они все есть на памятнике приведу слова Ивана Васильевича IV Грозного дошедшего до нас которые ему ставят вину как лицемерные тело изнемогло болезную дух трупы душевные и телесные умножились и нет врача который бы меня исцелил ждал я кто бы со мной поскорбел и нет никого утешающих я не сыскал воздали мне злом за добро ненавистью за любовь но тем не менее через 450 лет на народные деньги а не за государственный счет как Ельцин Центр справедливость восторжествовала у меня вопрос на всех без исключениях эфира шли нескончаемые ток-шоу где шли споры что и как было сделано Иваном Васильевичем никто нигде не назвал ни союза гамзы ни специальных операций по смещению Ивана Грозного и прекращению рода Рюриковича через отравление его и его семьи лекарем и алхимиком Элезиусом Бомелисом привезенным царю английской торговой палатой и травившей его в течение 10 лет так что же такого сделал Иван Грозный кем он был что вызывает такую ненависть либералов ведь после смерти Ивана Грозного шведский король Иоанн назвал его преемника царя Федора Иоанновича московским словом дурак отмечая что со смертью Грозного в Москве не стало умного и сильного государя как выглядит Марфа у Карамзина Карамзин описывает полный портрет либерала он одинаков как тогда так и сейчас это кстати очень интересно Марфа в ответ на слова от посланника Ивана Третьего вопрошает неужто вина новгородцев в благополучии и в богатой торговле с иноземцами не участвовал Новгород в междуусобиях князей но храбро оборонялся от батея стремившегося растерзать город или налоги взять отцы предпочли честь и свободу рабству если новгородцы пойдут на поклон к Иоанну потеряют и славу и благополучие Марфа предупреждает что с утратой вольностью иссохнет и сам источник богатства Новгорода вот именно свобода оживляет трудолюбие изощряет серпы и злотит Нивы она привлекает иностранцев сокровищами она окрыляет суда новгородские когда они с богатым грузом по волнам несутся если жители Новгорода не смогут сохранить вольность то бедность будет им наказание то есть благочастного над общим то есть вольный читай либеральный город Новгород по тем временам Марфа говорит что если на самом деле Иоанн прав и новгородцы стали коростолюбивыми то скоро ударит последний час нашей вольности и вечевой колокол древний глаз пойдет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет тогда тогда мы позавидуем счастью народов которые никогда не знали свободы ее грозная тень будет являться нам подобно мертвецу бледному и терзать сердце наше бесполезным раскаянием Марфа упоминает здесь пророчество Зосима Соловецкого о падении Новгорода Происходит происходит битва с войском Иоанна Третьего и победил государь старца Феодосия прототип по книге Карамзина старца Зосима Соловецкого избирают посадником он вручает победителю ключи от Новгорода Иоанн прощает всех горожан ему нужна лишь одна жертва поднявшись на эшафот Марфа восклицает «Умираю гражданкой новгородскую» знак упражнения новгородского вечера с башни снимают колокол и отвозят в Москву тем это повестный гимн либеральной свободы града Новгорода купцов и вольных людей тот же лозунг сейчас используется в Киеве который еще ментально помнит вечевое право и право Майдана История о свободной нации разыграна как по нотам что на болотном вече в Москве что на козьем болоте в Киеве где Марфа посадница то Юлия Тимошенко то Надея Савченко то современные девочки-журналистки с образованием от сорок что же сделал Иван Васильевич Грозный и что оставил русскому государству за что его так не любят либералы что даже не оставили место на памятнике к тысячелетию Руси а он территорию русского государства увеличил и она стала больше чем вся Европа в целом увеличил на 100% в два раза построил 150 новых городов и крепостей в засечной территории построил 100 храмов и монастырей впервые была создана профессиональная армия стрелецкое войско во Франции мушкетеры появятся на 100 лет позже и создал первый устав и первую военную форму в Москве действовали две типографии при нем сделал унификацию государственных законов и церковных служб написал 100 глав царь лично писал и редактировал лицевой свод который описывал события от сотворения мира до его правления вот это было бы очень интересно почитать была выстроена система местного самоуправления все служащие собирали избирались народом то есть была демократия создал первую консерваторию и сам писал духовную музыку и слова к церковным песнопениям создал опричное войско внутреннюю службу безопасности ФСБ проводил разукрепление олигархов создал средний класс для народа создал социальные лифты Иван Васильевич был самым образованным монархом Европы феноменальной памятью играл в шахматы был богословом и композитором реорганизовал артиллерию она сохранилась до Петра Первого построил храм Василия Блаженного он является автором текстов и музыки канону Владимирской Богоматери и канону к Архангелу Михаилу все избранные рады провел реформы земство и губную тюремную реформу создал систему приказов посольские, поместные, пушкарские разбойные, владимирские создал еще дипломатическую службу создал новый судебник ввел российский рубль изменил всю налоговую систему завоевал казанское и астраханское хамство присоединив их боролся за выход к Балтийскому морю провел войну с Ливонией кстати интересно как шла борьба с Ливонией она не пускала русское купечество на рынки Европы Ливонский орден не заплатил дань за город Юрьев Нарву и это послужило формальным поводом для Ивана Грозного начать войну на Балтике в начале Ливонская война шла очень успешно русские войска заняли Юрьев Нарву подошли к Ревелю и к Риге орден оказался на грани поражения и запросил перемирие на 6 месяцев как тогда так и сейчас запад использует время для перемирия только для обмана и перегруппировки за это время Ливонский орден запросил помощи у княжества Литовского Дании и Швеции которые и выступили объединенным фронтом Грозный смог взять Полоцк и привести пленных ливонцев далее силы были не равны и было подписано перемирие Грозный продолжил освоение и покорение Сибири это было сделано казаком Ермаком он ввел опричнину оприч это особо кроме то есть земля стала делиться на земщину под управлением боярской думы и опричные земли государев удел с государевым двором и опричным войском цель ведения опричнины усиление самодержавия ликвидация феодальной раздробранности разгром боярско-княжеской оппозиции укрепление помещиков дворян и создание среднего класса прямо смотри борьбу Путина с олигархами при Иване Грозном был запрещен въезд на территории России еврейских купцов когда в 1550 году польский король Сигизмунд Август потребовал чтобы им был дозволен свободный въезд в Россию Иоанн отказал в таких словах в своих государствах жидом никак ездить не велеть занежив своих государствах лихо никакого видеть не хотим а хотим того чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине и без всякого смущения а ты брат наш вперед ожидав к нам не пиши поскольку они русских людей от христианства отводили и отравные зелья на наши земли привозили и пакости многие людям нашим делали вот так он лишил глобального предиктора управленческой базы на Руси и прекратил спаивание далее Грозный создал суть присяжных разработал устав об искуплении пленных и полоненных то есть о выкупе в функциях посольского приказа с 1551 года входила 32 глава стоглава об искуплении пленных где царем было добавлено осуществление выкупа из орды пленных подданных для этого собирался специальный земельный налог полоняничные деньги Грозный великолепно играл в шахматы и развивал их ну вот это может быть отсюда великая шахматная доска Бжезинского определил наш герб и сами печати в начале 1560-х годов Иван Васильевич произвел знаковую реформу государственной фрагистики печатая изготовление с этого момента в России появляется устойчивый тип государственной печати впервые на груди древнего двуглавого орла появляется всадник побеждающий дракона герб князей Рюриковича раньше он изображался отдельно и всегда с лицевой стороны государственной печати в то время как изображение орла помещалось на оборотной стороне новая печать скрепила договор с датским королевством от 7 апреля 1562 года эта дата появления герба российской федерации есть в нынешнем виде называется это печать там просто всадник с золотым копьем поражающий змей далее венчался на царство стал первым русским царем вместо княжеского титула царь что обозначает ритуал венчания царя всей Руси мы разберем в следующей лекции и это очень важно итог правления Иоанна Васильевича это превращение России в огромную державу включающую земли Казанского и Астраханского ханства Западной Сибири от Ледовитого океана до Каспийского моря ведение реформы управления страной упрочение международного престижа России расширение торговых и культурных связей со странами Европы и Азии все инструменты от избранной рады до суда присяжных до сих пор используются в мире как достижение демократии в источниках вы найдете что он полностью покончил с последним проявлением Иго Орды хотя вопрос по Орде всегда остается открытым до сих пор не ясно как была Орда проведена потому что Иван Грозный является внуком Мамая именно того Мамая который владел Белой Ордой а слово Орда переводится как Радь вот поэтому аналогичное слово у германцев Ордунг это порядок правила устройства а еще раньше латинское слово Орден порядок и строй то есть средневековая Европа это организация сообщества лиц связанные одной общей целью с особыми правилами жизни например Орден иезуитов то есть возможно на Руси существовал порядок сбора дани организованный через особый Орден Орду Радь пока вопрос по поводу Орды очень спорный а что же ставилось в вину Ивану Грозному чрезмерная жестокость как выясняется все обвинения в жестокости необоснованы за 53 года правления Грозного за различные преступления было казнено не более трех или четырех с половиной тысяч человек для сравнения в одну только Варцлавеевскую ночь точнее за неделю по приказу правительницы Франции Кантериди Медичи мы помним что Медичи это из клана Ротшильдов католики убили около 30 тысяч гугенотов после подавления крестьянской войны в Германии в 16 век казнено было 100 тысяч человек в Англии по закону о бродяжничестве было казнено 70 тысяч человек испанский король Филипп IV в Нидерландах казнил до 120 тысяч человек так что двойные стандарты налицо от наших либеральных СМИ в списке так называемые синодики которые Иван Грозный сам рассылал по монастырям чтобы молиться о душах их загубленных на которые ссылаются историки и карамзин с 17 века подлинники этих синодиков пропали их не существует нам предлагают некие реконструкции в виде исторической правды нужно сказать что подозреваемых в тяжких преступлениях привозили в Москву где после личного разбирательства лично царем и суда присяженных смертный приговор приводился в исполнение что касается обвинения в убийстве в Грозном своего сына то это домыслы папского нунция Антония Пассивина приезжавшего в Москву для склонения царя к унии от Рима Пассивина приезжал уже после смерти царевича который умер во время богомолия как свидетельствуют очевидцы получается что Пассивина оклеветал Грозного и через Каримзина эта ложь перешла к нам в Россию в восьмой том истории государства российского обвинение Ивана Грозного в многоженстве и убийстве своих жен тоже вымышленный факт но тем не менее показывают даже пруд в котором топили убитых жен царя хотя доказано современными историками по костям членов семьи и жены и дети Грозного да и сам он был отравлен мышьяком с ртутью кем мы уже знаем это просто детектив от английского по ухимика Бомелиуса по свидетельству у царя от ядов начинали отказывать почки выпадали волос облегчение было от горячих ван что подтверждается фактом отравления оно шло постепенно в течении десятков лет чтобы не вызывать подозрения у царицы Александры уровень в штутье превышает допустимость 120 раз кстати митрополит Филипп вполне возможно был отравлен царь Алексей Михайлович привез в Соловков мощи святителя с грамотой и с мольбой о прощении за грех своего предка в частном письме писал что его дед не убивал митрополита Филиппа не было никаких и восьми жен собор разрешил царю четвертый брак в качестве исключения ввиду того что одна из супруга у супруг царя Марса Собакина умерла а так и не вступив фактически в брак а так как Иоанн Васильевич был глубоко верующим человеком и без дозволения церкви в браке не вступал то было всего 4 брака и 3 жены а вот кто и как травил первого русского царя очень интересная история и почему первая часть его правления на царство была успешной а вторая мини начнем разбирать еще интересный факт пришедшие на смену Рюриковым Романовы отличались одной особенностью в течение всей своей истории Романовы брали себе невест как правило из одной и той же области Голштин в Годстропской недалеко от города Любика где был долгие годы форпост Гонзейского союза и получается за то что Иван Грозный расширил государство российское поборолся с Гонзейским союзом и не принял католицизм за это он так и ненавидим нашими либералами надеюсь что сегодняшняя лекция о Гонзейском союзе даст вам возможность разобраться кто прав а кто виноват и